всем привет привет вы на канале дневник натали здравствуйте друзья сегодня приглашаю вас к себе на кухню рада новой встречи а делюсь я с вами рецептом приготовления моркови по-корейски многие уже видели во влоге дегустацию этой морковочки а вот рецепт будет сейчас хочу вам показать как она выглядит очень ароматная такая пикантная смотрите рецептов множество в интернете но вот этот рецепт мне нравится узнала его давно когда еще работала помощником повара у меня много новых друзей подписчиках может вы не знали об этом но много рецептов я переняла у своего замечательного повара нины ивановны и этот рецепт моркови по-корейски тоже от нее все вот такие маленькие нюансы подробности все этому я научилась работая помощником повара мы пробовали с мужем и бланшировать морковь опускать кипяток на несколько секунд сразу вытаскивать и мариновать нам вообще не понравилось а именно вот таким способом получается очень вкусненько и все витамины и как говорится на своем месте потому что морковь сырая еще хочу обратить ваше внимание на выбор самой моркови на сорт сорт обязательно должен быть сладеньким и морковь тупоносенькая вот эта морковь замечательно подходит для этого рецепта единственное знаю один сорт такой моркови называется каратейка она и сладенькая и сочная и очень очень вкусная поэтому при выборе моркови остановитесь на этом сорте это как мой совет салат морковь по-корейски очень универсальный можно кушать так вот отдельным блюдом как закуска к любому праздничному столу также и ингредиентом в любые салаты а еще мы с мужем любим добавлять морковь по-корейски в лаваш и готовить вкусные вкусные начинки добавлять туда сыр колбаску вместе с морковкой по-корейски заворачивать в лаваш и готовить на гриле попробуйте это очень очень вкусно друзья даже сказать не могу сколько морковь может храниться в холодильнике так как она съедается очень и очень быстро мы вот с мужем вдвоем а вот такую то мы можем приговорить за дня три четыре это очень очень вкусно и пикантно так что друзья кто любит морковь по-корейски пробуйте рецепт как всегда оставлю в описании под видео заходите смотрите готовьте и пусть вам будет вкусно так как и нам а на заднем плане вы может уже заметили стоит у меня баночка здесь у меня засаливаются синенькие это будет следующий рецепт с которым я хочу с вами поделиться поэтому кто еще не подписался подпишитесь нажмите колокольчик чтоб не пропустить следующее видео ну а мы друзья начинаем готовить морковь по-корейски я уже натерла морковь и взвесила здесь вот в мисочке ровно килограмм уже готовой моркови также нам понадобится олейна уксус 9 процентный черный молотый перчик зубчик чеснока соль сахар и вот такая приправа для корейской моркови неважно какой производитель главное чтобы вот на упаковочке было написано острая вот тогда получается морковь очень и очень вкусной и так сейчас я натру на вот такой терочке чеснок так как у меня нет чеснокодавилки вот такая красивая морковочка получилась вы сами регулируйте как вам коротенькие нужно или длинненькие посолим с вами нашу морковь я конечно же буду пробовать все дело вкуса это чайная ложечка и вот ну вот так не полную чайную ложечку чайную ложку с горкой сахара сахар обязательно я потом попробую и буду регулировать может урегулировать может меня сахар добавить или соли добавить все как говорится дело будет вкусом добавляем черный молотый перчик мы любим так чтоб немножко со стриночкой было вот так все на глазочек как вы любите и затем приправа перчика насыпала хочу чихнуть кто еще чихает от перчика добавляем наш чесночок все вот так вот сверху на горочку и сейчас будем разогревать растительное масло масло прогреваем до белого дымка ну вот этого достаточно не знаю здесь сколько ложек 5 наверное если чуть может больше ну я посмотрю может если немножко останется ничего страшного греем масло масло нагрелось белый дымочек я увидела и сейчас вот так поливаем на чеснок на наши специи чеснок со специями откроет все свои ароматы ну я в общем все выливаю и сейчас аккуратненько все перемешиваем хорошенечко перемешали все смотрите чтобы перчик специи все распределились по морковке и сейчас добавляем одну столовую ложку уксуса тоже все перемешиваем я надела перчатку для удобства рукой мне как-то поудобнее полегче вот друзья я все перемешала попробовала добавила еще пол чайной ложки сахара и половину столовой ложки уксуса мне этого не хватило соль и перчик чесночок все хорошо и вот таком виде оставляю на полтора часа пусть настоится затем перекладу в баночку и в холодильник вот столько у меня получилось готовой моркови по-корейски ведро это на литр и вот такое вот небольшое даже не знаю насколько здесь тоже могут покупали давно уже морковь но она не полная баночка небольшая не вижу сколько вместимости здесь да и ладно видите она не полная ну а здесь сильно не стало тоже придавливать ну вот так и сейчас закрываем и ставим в холодильник и уже завтра можно ее кушать пробовать она настоится напитается всеми ароматами и будет очень и очень вкусно на не и и и и и и и